всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у нас очередной выпуск и сегодня я расскажу вам о всех тех покупках и вещах которые нам с рэмом пригодились в первые два месяца его жизни и предполагаю что можно написать в названии видеоролика самые необходимые вещи для новорожденного от нуля до трех месяцев потому что 3 до трех месяцев нам осталось буквально еще по моему 2 или 3 недели и предполагаю что за это время ничего сильно не изменится так как вещей как обычно в моих видеороликах всего много и вещей в том числе много поэтому буду быстро быстро вам рассказывать показывать возможно разделю этот выпуск на две части но не могу ничего выкинуть не могу ничего исключить потому что для новых мамочек которые еще не родили это очень очень важная тема и советов я думаю что в этом вопросе много не бывает поэтому давайте приступим к делу и начну рассказывать вам о своих вещах буду рассказывать достаточно хаотично просто потому что не было времени составить список уже прям по категориям поэтому извиняюсь сразу но будем идти вот прям как есть и первые самые большие два предмета который хочу говорить это коляска и кроватка для тех кто не смотрел мой оригинальный первый видеоролик моих покупок для новорожденного обязательно посмотрите этот видеоролик потому что вам станет ясно о чем я говорю и вы поймете о каких предметах конкретно идет речь внизу под этим роликом я оставлю линк на этот выпуск и вы сможете сначала посмотреть его а потом вернуться ко мне сюда и продолжить смотреть этот видеоролик так вот первое это коляска когда я покупала коляску для меня самое важное было первое качество потому что в санкт-петербурге у нас дороги не самые лучшие мне нужен был такой некий трактор коляска с очень хорошей амортизацией коляска с очень хорошими колесами это наверное была самая главная установкой которая должна была присутствовать в этой коляске второй момент это качество качество люльки она должна была быть закрытой устойчивые против ветра против снега дождя осадков и так далее было важно чтобы производитель этой коляски был максимально приближенный к нашему клик климату поэтому я не рассматривала там итальянские хорошие коляски и других скажем так брендов которые нацелены на страны где очень ровный спокойный теплый климат и третье это три в одном мне было исключительно важно купить коляску где есть автокресло люлька и уже сиденье когда малыш подрастет и сможет сидеть это коляска которую я приобрела это литовская коляска тутис и модель мини стайл что в этой коляске очень хорошая помимо трех факторов которые я уже перечислила это тормоз то есть педаль тормоза ты нажимаешь и отжать эту педаль тормоза ты можешь ровно таким же нажатием сверху то есть тебе не нужно подносить обувь под педаль и таким образом тормоз снимать и это значит что твоя обувь не будет разрушена через две недели и это очень очень важно следующий момент в этой коляске хороший это амортизация у нее есть очень мягкий режим амортизации на котором постоянно коляска у меня стоит и я его абсолютно не меняю также можно снять колеса их помыть можно отстегнуть сумку которая снизу и и тоже помыть и причем она кстати достаточно вместительна что тоже хорошо особенно если ты одна вместе с ребенком отправляешься в магазин то есть ты не можешь вести свою коляску в магазине и иметь также в руке корзину поэтому часто я все свои покупки просто сбрасываю вниз в свою сумку и потом уже на кассе их оттуда достаю главное не забыть что ты что-то купила потому что у меня были моменты когда даже я отправлялась в магазин например вместе с мамой она идет с коляской покупок я туда шувыряю и в тот момент когда она вдруг решает что и что-то нужно приобрести она исчезает в миг мне ничего об этом не говорит и я уже подхожу с кучей разных вещей и мне ничего не остается как их положить в свою сумку в коляску и на кассе у меня было по моему два раза когда мы уже оплатили все я уже вышла из магазина и я понимаю что у меня в сумке там не знаю огромная упаковка подгузников еще какие-то предметы и мне приходилось возвращаться и оплачивать эти товары потому что ну в общем так просто уйти я не могла из минусов что я поняла в этой коляске и в принципе мне кажется во всех колясках и наверное это самый мой главный совет который я хочу дать молодым мамочкам перед тем как вы покупаете коляску я понимаю что с одной стороны очень круто когда есть все включено три в одном в одной коляске и по цене это намного более выгодно и собственно наверное удобно потому что тебе не нужно бегать искать и думать о разных вариантов их состыковывать но есть очень важный момент если ты выбираешь три в одном и покупаешь одну коляску сразу то ты должна понимать что с этой коляской ты останешься как минимум на два-три года если ты не решишь ее продать в том случае если ты решишь купить просто коляску и отдельно докупить автокресло отдельно купить сидячую коляску например то тогда ты понимаешь что здесь речь идет о твоем ежедневном комфорте на протяжении двух-трех лет объясню почему я считаю что я для себя сделала ошибку и мне не нужно было покупать коляску 3 в 1 потому что рама этой коляски моего трактора она достаточно масштабная большая она тяжелая ее в принципе сложно поместить в багажник то есть если ты мамочка без помощи и у тебя малыш например в автокресле либо в люльке и тебе нужно разобраться со всем этим комплектом и поместить все это в машину то это ежедневно для тебя боль потому что как только ты помещаешь свою раму с колесами в багажник то в принципе если у тебя нет внедорожника то у тебя места в багажнике уже не остается ни для чего другого следовательно если у тебя есть покупки в момент а то тебе придется их размещать ну как минимум на переднем сиденье или под переднем сиденье если никто не сидит рядом с малышом сзади то можно еще разместить эти покупки сзади это первое второе сидячая коляска тебе не понадобится как минимум шесть месяцев это уж точно и вот потом уже с более взрослым сидячим малышом с этой сидячей частью самой коляски и огромной вот этой габаритной рамой ты просто замудохаешься поэтому я слышала что и мамочки делают так они покупают первую коляску только исключительно люльку с рамой и когда приходит момент что ребеночек твой сидит и он уже не хочет лежать в коляске то ты коляску с людкой продаешь покупаешь отдельно сидячую коляску но уже с более легкой рамой более легкой конструкции которую тебе будет в разы легче собирать разбирать размещать в коляску и с ней в общем-то ежедневно работать и для тебя это уже будет не боль каждый раз когда тебе нужно например съездить в магазин и третье автокресло тоже можно купить отдельно да оно будет дороже но здесь мы уже будем говорить о качестве потому что как правило те автокресла которые включены скажем так в средний или эконома класса коляски но качество так себе не очень этих автокресел у них нету дополнительных краш тестов и ты не знаешь что с этим автокреслом будет не дай боже в случае аварий поэтому безопасность конечно же самое важное и я бы на самом деле сейчас уже купила отдельное автокресло более хорошего качества какой-то не знаю известные марки и уже не покупала бы коляску три в одном следующая кроватка в моем оригинальном видеоролике вы видели мою кроватку чика next to me которая пристегивается к вашей кровати это наверное лучшая кроватка ever я ей очень и очень довольна ах ничего плохого абсолютно ничего плохого про эту кроватку не могу сказать в ней нет функции укачивания но в принципе меня это устраивает потому что малыша я в кроватке не укачиваю таким образом я его не приучаю к тому что он должен быть укачан в нон-стопе для того чтобы уснуть поэтому эта кроватка для нас идеально подходит следующая покупка это мой докатод или слип и слипий head как его называют в европе то есть это мой кокон показать его не могу потому что его отправила вместе с большим количеством вещей с нашими друзьями в санкт-петербург но опять же в оригинальном ролике он есть так вот этот кокон на первые наверное месяц жизни малыша ну я использовала крайне мало потому что ему не нравилось в нем спать я расстроилась и я поняла что черт возьми зря я потратила такое огромное количество денег и вот ему этот кокон не нравится спать он в нем не будет но всегда когда есть вот такая ситуация и я уже с такой ситуации столкнулась с несколькими вещами нужно немного подождать потому что если твоему малышу какая-то вещь не нравится сейчас то она может ему понравится и может понравиться очень сильно попозже что собственно случилось и с нашим нашим докатодом или нашим коконом и этот кокон я использовала в тот момент когда малыш спал в моей кровати об этом также буду рассказывать в отдельном видеоролике когда буду затрагивать тему о сне малыша как приучить малыша к самостоятельному сну так вот докатод я использовала преимущественно в тот момент когда я понимала что все парнишка хватит вечеринка закончена вместе мы спать больше не будем и отныне я буду приучать тебя спать отдельно и поэтому мне нужно было постепенно его начинать приучать и я использовала докатод сначала я его клала собственно в этот кокон рядом с собой он в нем спал и потом он вместе с коконом переехал в кроватку и прекрасно в кроватке спал точно смогу сказать что кокон нужная вещь нужна ли такая дорогая вещь не знаю если ваш бюджет вам не позволяет вы понимаете что чтобы приобрести этот дорогой кокон вам нужно отказаться от того 5 10 и таких отказов получается большое количество тогда наверное я бы посоветовала все-таки покупать подешевле кокон также у нас есть еще одна штуковина это вентилятор которые вот такой вот клипсой цепляется на борт кроватки и ты можешь ребеночку помочь немного остудиться в жаркую жаркую погоду смотрите какой он тихий даже я не слышу как он работает кнопку на нажать можно три раза то есть есть три режима работы этого вентилятора и он действительно работает очень очень во первых тихо во вторых даже самый активный режим этого вентилятора он достаточно мягкие для малыша и четвертый раз нажимая вентилятор выключается эта штука нас спасала достаточно большое количество раз и она у меня постоянно лежит в моей сумке в коляске я не не изымаю вот этот вентилятора никогда наверное самые мои любимые предметы это вот эти два муслина и два платка которые вы видели в оригинальном моем видеоролике покупок эти два платочка это самое лучшее что мне кажется со мной произошло ну ладно не самое лучшее но по крайней мере одно из самых лучших потому что два месяца уже мы пользуемся с каждой стиркой действительно конкретно вот эти муслины становятся все мягче и мягче и я действительно ими пользуюсь ежедневно я их использую в более холодную погоду как покрывальца для рэма в коляске либо в автокресле я также накрываю либо коляску либо автокресло чтобы защитить малыша от кондиционеров от солнца от ветра и так далее не использую их как пеленки хотя планировала с самого начала мой малыш очень сильный и из такого рода пеленок он вырывается поэтому для меня такие пеленки не работают но во всем остальном это просто великолепный продукт я уже подумываю о том чтобы заказать еще один комплект из таких чтобы вот эти пеленочки из моей жизни не исчезли вообще никогда никогда и оставались со мной на веки а также вы видели в оригинальном видеоролике вот такие вот квадратные маленькие слюнявчики у меня их штук 20 и могу сказать что много их не бывает они у меня разбросаны по всему дому то есть у меня такая пеленка есть на пеленальном столике на диване в одном конце на диване в другом конце в коляске в автокресле в сумках в рюкзаках потом на кроватке в ванной комнате в общем они у меня есть везде потому что это пеленочки мега крутые которые помогают справляться со слюнями с отрыжками и со всякими разными в общем-то неурядицами которые могут случиться с малышом поэтому эти я уж точно вам рекомендую советую также если говорить про полотенца такие же такой же муслин только огромный я использую в качестве в том числе и полотенца у меня тоже служит как покрывала как слюнявчик но и как полотенце потому что очень хорошо впитывает если говорить про полотенце то запаситесь пожалуйста несколькими полотенцами как минимум тремя или четырьмя потому что не знаю как ваши малыши мой малыш как только выходит из ванны как только я его укутываю в полотенчика и беру на руки он тут же писает вот прям на руках у меня писает один раз обкакался и поэтому полотенце не успевает выйти из стирки как оно должно вернуться в стирку так как я не использую полотенце даже если туда попала капля его мочи вот следовательно полотенец должно быть несколько и должен быть резерв для того чтобы не случались ситуации когда тебе нечем вытереть малыша после ванны а у меня такие ситуации были когда у меня было всего лишь два таких полотенца чтобы обезопаситься и защитить свои постиранные полотенца я использую вот эти пеленки они также были в моем оригинальном видео но они мне не нравятся в использовании для малыша потому что они очень очень грубые и их я использую исключительно как пеленочку прокладочку которую я кладу на писюньку и только тогда укутываю в полотенце и таким образом мой малыш не уничтожает мои полотенце и спасает меня от лишних стирок также в оригинальном видео вы видели а вот такой вот одеялка от эйден и она обожаю это одеяло оно из четырех по моему слоев муслина и это конкретная одеялка она мне служит в более холодную погоду оно большое по размеру и если я его использую для того чтобы накрыть малыша я накрываю его только до животика и вся остальная порция в общем этого огромного одеяла она лежит на моей кровати и я контролирую насколько далеко она продвигается в кроватке особенно если малыш дергает ножками на более теплую погоду есть вот такое летнее безумно красивое одеяло от м.н. но и она состоит из двух слоев муслинчика и вот она тоненькая дышащие и такое мягкое господи она такое крутое я вот это конкретное все-таки заказала второе также для коляски потому что ровно как муслины одеяло у меня должны быть везде как я уже говорила мой малыш из пеленок вот платков он вырывается и они для меня не работают вообще поэтому я приобрела для себя несколько пеленок которые для нас на самом деле явились большим большим спасением сразу скажу без пеленки мой малыш спать не может потому что рефлексы новорожденного у него настолько сильны что он просто дубасит себя по голове просыпается плачет и сон вообще никакой поэтому пеленка нам необходима первая пеленка которую могу рекомендовать эта пеленка сводом и одна из их пеленочек для самых маленьких и пеленка с молнией вот такой вот молнией она открывается как сверху так и снизу и малыша можно прекрасно запеленать и укутать эта пеленка она такая тоненькая и очень сжатая то есть ощущение что малыш прям солдатиком солдатиком но она достаточно хорошо и эластично тянется поэтому малыш чувствует себя достаточно некомфортно этот материал очень тоненький поэтому эта пеленочка будет очень хороша для теплых помещений какие минусы этой пеленки минус один если малыш противится пеленанию особенно в начале когда он к нему еще не привык то достаточно сложно открыв эту пеленку засунуть обе ручки их к тому держать и застегнуть вот с этим я боролась и мне было сложно плюс ко всему несмотря на то что открывается эта пеленка снизу ночью поменять памперс невозможно не сняв эту пеленку в ну совсем главная мысль этой молнии как раз таки заключается в том чтобы сверху не нужно было снимать пеленку но я для себя поняла что раскрытие слишком маленькая для того чтобы ты могла удобно комфортно поменять эту пеленку ты все равно растрясешь этого ребенка так что он проснется поэтому лучше снять пеленку поменять нормально памперс и обратно сонного малыша своего поместить в эту пеленочку то пеленка которой пользуемся на данный момент в жаркую погоду больше всего когда малыш ему уже подрос это вот эта пеленка тех же свадал мне вот она работает следующим образом сейчас покажу и расскажу то есть вы пеленку располагайте на кроватку и малышоныша плечиками кладете вот сюда не надо класть малыша слишком низко так чтобы ну грубо говоря чтобы этот краешек торчал из-под плечиков потому что если он будет торчать когда вы его запеленаете то это все будет у него на подбородке поэтому нужно немного приспустить вот чтобы вот так вот было чуть чуть ниже то есть ребеночек ложится ножки помещаем вот в этот карманчик не знаю видно там или нет но в общем вот есть такой мешочек ножки помещаем в мешочек и поднимаем вот эту часть до животика ручку первую кладем внутрь и дальше закрываем и здесь липучка очень круто все закрывается фиксируется потом вот эту часть которая висит мы аккуратненько заворачиваем под спинку малышу и сверху дальше вторую ручку кладем сюда и сверху опять же накрываем этой частью и прекрасными такими вот маленькими клипсами липучки мы закрываем эту пеленку и вот таким вот образом удобненько малышоныш у вас спит вот в такой вот пеленке очень классно она работает меньше всего он конечно из нее вырывается хотя есть у меня еще эрго baby который я упомянула в нашем влоге когда ходили в магазин но в принципе вот это также очень хороша для теплого времени года когда малышу не нужно очень много теплых слоев опять же когда нужны теплые слои вот тогда вот для меня в помощь приходит эта прекрасная пеленка от эрго baby которую я также обожаю она сложная по своей по своему строению здесь нужно немножечко запариться но тем не менее она очень круто работает как она выглядит то есть вот такая вот пеленка с такими вот рукавчиками то есть в этот рукав заходит ручка малыша и вот эта тряпочка которая стоит она заворачивается под подмышечку под ручку таким вот образом а потом вот это заворачивается вот так вот вперед мы кладем ровно также как в предыдущей пеленке малыша чуть чуть выше вот этой линии таким образом чтобы у него пеленка шла здесь значит ручки обе мы кладем вот в эти рукавчики и заворачиваем первую значит мы закрываем какую вот эту да первую значит мы ручку положили и закрываем сюда дальше вторую ручку мы кладем также заворачиваем и закрываем сюда и здесь также если пучка которая фиксирует эти ручки таким Таким образом, ручки у него не по бокам, а вот здесь вот на грудке. Потом, дальше, для того, чтобы фиксировать его бедрышки, и чтобы малышу в этой пеленке было максимально удобно и комфортно спать, есть вот такая часть, которая идет у него под попку, между ножек, и вот так вот липучкой приклеивается вот сюда. Производитель говорит, что малыш очень стабильно и комфортно спит, если поддерживать вот таким вот образом его попку. Плюс ко всему, это тепло. И потом, когда уже вы вот таким вот образом зафиксировали маленькую вашу жопку малыша, это все отправляется ножками вот в такой вот мешок и прекрасно вот так вот на животике у него накрывает. Рэму она понравилась, как и, собственно, наверное, все остальные пеленки, только через какое-то время. Первое время с криком и ором мы пеленались. Это был кошмар. Подгузники. Наши любимые подгузники, уже рассказывала о них, это подгузники Генки. Сейчас мы уже продвинулись на размер М и ими с радостью пользуемся. Очень шелковистые, очень мягкие, крутые подгузники, которые крайне редко протекают. Поэтому я ими очень довольна и, не знаю, не хочу пользоваться никакими другими. Памперсы нам не подошли. Попа красная воспаляется. Хагис даже не пробовала. Муни, которые почти в два раза дороже, чем Генки, но по качеству, в принципе, такие же, они у нас протекали. Поэтому я рада, что более дешевые мне подошли. Но вот по этому качеству очень приятненькие, классненькие и малышу они очень хорошо подходят. Так что Генки могу точно рекомендовать вам для пробы. Следующая моя подушка, о которой я сто раз миллионов уже вам рассказывала, это Клэва Мама. Моя любимая подушка. Очень упругая. У нее какой-то умный здесь вот наполнитель. В общем, кормлю ребенка исключительно я на подушке. И также эту подушку я использую как свою подушку для сна. То есть настолько она крутая. Поэтому я уверена, купите ее, не пожалеете. Это очень крутая штука. Улетела. Следующая это мой джим или центр активити, как называет его производитель, от Skip Hop. Здесь у них вот такая вот подушка-собачка, которую можно использовать для малыша, когда он играет на животике. Или под головушку, ну как хотите, или просто как игрушку. Ну вот сам мой центр активити, попробую его поднять. Не знаю, что там в камере будет видно или нет, но вот выглядит вот так вот. Здесь у нас, во-первых, расцветка очень пестрая, контрастная, черно-белая и цветная для развития зрения новорожденного малыша. Плюс ко всему замечательные вот такие вот игрушки. Также, когда зубы полезут, здесь что-то тут у него звучит. Разные материалы, разные расцветки с разных сторон. И когда ты дергаешь за эти игрушки, когда они висят, то этот центр издает звуки. Ну сейчас она у меня... Сейчас я отключу. Так, музыку выключу. Не знаю, слышите или нет, но в общем-то собачки лают и так далее, и так далее. По одной из зарок бегает свет. То есть малыш может следить за также лучиками света цветными. Ну и также есть музыка. Одежда. По поводу одежды. Долго распыляться не буду, потому что все-таки у каждого свои приоритеты. Для меня одежда из магазинов, таких как H&M, Lindex, Zara и другие, они для меня, ну, к сожалению, не подошли. И особенно из H&M, две стирки и заканчивается ваша одежка, потому что она вот просто качество жутчайшего. Особенно темная. Ну, темная, потому что видно. У малыша все ногти черные, потому что волокна ткани, они просто постоянно отходят, отходят, отходят. Неважно, сколько раз ты стираешь. И у малыша руки просто чернющие, ногти чернющие, и между пальцами постоянно волокна этой ткани. Я замучилась. Уже удалила практически всю одежду из H&M, и пользуюсь только вот одеждой, которую я показывала вам ранее. В принципе, в Инстаграме на фотографиях можете вы видеть, да и вообще видео, где есть РМ. Вы видите вот эту одежду литовских производителей, компаний, такие как вот эта Вилаурита. И там были еще другие, я сейчас не помню название. Ну, в общем, я покупаю сейчас только в специализированном детском магазине одежду литовского производства, потому что она по качеству самая крутая. И если помните, кто смотрел влог, помните вот эту одежку, которую я вам показывала? Безумно дорогую одежду. Вот такой вот бодик стоит 20 евро. Такой вот бодик стоит 17 евро. И вот я рассказывала о том, что я ходила вокруг, тут 75% состава шерсть Марина и 25% шелк, чтобы вы понимали. И я вот ходила, слюнявилась, но никак не покупала. И вот вчера к нам в гости приехала моя сестра, Маша, привет, которая посмотрела, между прочим, мой влог и решила Рэму сделать подарок. Купила нам два вот таких вот бодика. Один на вырост, другой, который мы можем уже одевать сейчас. И как раз-таки вы можете посмотреть в Инстаграме последние мои сторизы в хайлайтах, где у меня есть раздел Рэм по неделям. То в последних фотографиях он как раз-таки красуется уже в своем новом бодике. Так что, Маша, спасибо тебе большое, я счастлива, я просто не могу. Вот, так что по одежке это мои абсолютные фавориты. Быстро едем дальше. Для мамочки must-have мы уже говорили с вами о безопасности малыша и о том, что когда мама сонная, могут произойти разные-разные казусы. Так вот, для того, чтобы казусы не происходили с телефоном, я для себя приобрела вот такую вот штуку, которая называется поп-сокет. Наверняка вы уже их видели 100 миллионов раз, но я, в общем, не могу пройти мимо вот этого предмета и вам о нем не рассказать. Сняла с телефона чехол, так как сейчас снимаю на свой телефон. Вот таким вот образом работает этот поп-сокет. То есть ты его размещаешь между пальцев и держишь свой телефон. И таким образом ты защищаешь своего малыша от того, что твой телефон в сонную ночь выскользнет из руки и попадет ему по головке. Поэтому этот поп-сокет уж точно для меня явился must-have. Плюс ко всему, можно его вот так вот наклонить и облокотить на полочку, на стол. Пока ты кормишь, можешь телефон поставить, и он тебе не мешает. В общем, обязательно рекомендую вам к использованию. Так, полетишь туда. Хорошо, дальше. Бэйби-мониторы. Бэйби-мониторы. У меня их две штуки. Один видеомонитор. Зажала я денег, не стала покупать и дорогущий видеомонитор за 150 миллионов. Купила Hello Baby, который стоил, по-моему, что-то около. Не помню, сколько он стоит. Я буду монтировать видеоролик, напишу здесь цену где-нибудь на экране. В общем, не могу сказать, что картинка классная. Картинка достаточно так себе средняя. То есть это не 4К уж точно. Но, по крайней мере, я вижу, когда у малыша глаза открыты. Когда у него глаза закрыты, я вижу все черты лица малыша. То есть картинка достаточно качественная для того, чтобы пользоваться этим монитором. И я для себя считаю, что мне нет необходимости тратить больше денег на супер качественный крутой монитор. Просто для того, чтобы картинка была высокого расширения. Это первое. Плюс ко всему, у этого монитора очень хорошая чувствительность звука. Как только малыш хнычит, он очень хорошо слышит. И к этому монитору можно прицепить 4 камеры. Сама камера тоже не стоит дорого. Тоже прицеплю где-нибудь здесь сцену. То есть если у тебя двое малышей в разных комнатах, то ты можешь наблюдать как за одним, так и за другим. Минус этого монитора, помимо такой себе картинки, это батарейка. То есть он очень быстро разряжается. Поэтому его чаще нужно держать на проводе. Но пока для меня он работает. Я им пользуюсь исключительно в квартире. И выходя в сад, на самом деле, отходя достаточно до большого расстояния, он также ловит. Поэтому этим эконом-вариантом я очень даже довольна. Чем я недовольна, это Philips Avan или Avent, как наши люди его произносят. Это вот этот аудиомонитор. Но довольна я не качеством, а не довольна я функционалом. То есть этот монитор, аудио, я заказывала исключительно для того, чтобы пользоваться им, когда малыш на улице. Грубо говоря, коляску я оставляю в саду под москитной сеткой. Малыш у меня спит, и мне нужен аудиомонитор, который я помещаю в коляску. И нахожусь дома, там занимаюсь делами, слышу, что происходит с моим малышом. И обрадовалась вот этому монитору. Стоит он 90 евро. Я его приобрела, и когда собралась им пользоваться, я поняла, что, оказывается, тот монитор, который baby, который якобы должен быть в коляске, он только на проводе. А тот монитор, который родительский, он на проводе и на батарейках. И я не могу пользоваться им по своему назначению. То есть он работает ровно так же, как работает мой видеомонитор. Поэтому смысла в этом мониторе у меня нет вообще никакого. Следовательно, я его либо отправлю обратно в Amazon, они вернут мне деньги, либо, ну, если кому-то нужен, то я могу его продать за более низкую цену. Абсолютно новый, так что пишите, если кому нужен. Может быть, успеете до того момента, как я его отправлю обратно. Так, следующий из маленьких вещей это термометр и гигрометр, если правильно произношу. То есть это штука, которая показывает температуру в комнате и влажность воздуха в помещении, в котором находится малыш. Так как для здоровья малыша это очень-очень важно, то вместе с увлажнителем воздуха эта штука для меня абсолютный мастхэв. Следующий мастхэв это Nose Frida. То есть эта штука, мой гаджет любимый, при помощи которого я отсасываю сопли малышу. Если вначале малыш плакал и не понимал, что мама делает, то сейчас, счастью моему, нет предела. Он улыбается после того, как я отсасываю сопельки, и для него это мероприятие очень-очень какое-то уж веселое. В случае, если сопельки застывают, носики их трудно извлечь, то я добавляю парочку капелек морской водички специальной. По-моему, Хаммер у меня есть детская, которой мы пользуемся. Это наше спасение ежедневное, поэтому точно Nose Frida могу вам порекомендовать. Также из больших крутых вещей это качели Mama Ru и качели Baby Burn. Я изначально не планировала покупать Mama Ru, потому что они очень дорогие, и я не понимала, подойдут ли моему малышу эта качель. Поэтому в какой-то момент, когда у него был скачок роста в три недели, он просто тут бесился у меня и кричал, и ничто ему не нравилось, я решила рискнуть. И купила пользованную бушную Mama Ru. Причем не самую новую модель с дисплеем тачскрин, а предыдущую, которая вот такими пластмассовыми кнопочками. Фотку где-нибудь здесь добавлю. И подумала, что ладно, сойдет мне предыдущая. Особенно, что качель сама вот по функционалу, она не отличается от новой. То есть она ровно такая же, отличается только дисплеем и дизайном. То есть новая намного более симпатичная. Так вот, бушную купила и подумала, ладно, если она не подойдет, будет не так обидно, перепродам. Купив, я поняла, что ребенок покачался в ней ровно два раза и больше не хотел в ней качаться. Но, слава богу, терпения у меня хватило, я выждала. И сейчас я на эту качель просто молюсь, потому что ежедневно он в ней качается по несколько раз. Он в ней вечером, перед сном, пока я могу подготовить, например, ванну, могу подготовить кроватку, пеленку и все остальное. Он в ней спокойненько втыкает, радуется и дает маме хотя бы 5-10-15 минут для того, чтобы сделать дела. Ровно так же молюсь на Baby Burn, свой баунтер. В инстаграме вы можете посмотреть его фотографии. Я часто фотографирую его в этом Baby Burn, также картинку здесь где-нибудь добавлю. И в этом Baby Burn у меня тусуется либо дома, либо я его могу отнести в другую комнату, то есть это мобильная качелька, баунтер, либо в сад, то есть на улице он в ней у меня развлекается, либо беру с собой, когда еду в гости. То есть это такой мобильный, мануальный баунтер, который очень-очень удобен как раз-таки в транспортировке. Плюс ко всему, чем больше ребеночек и тем тяжелее он становится, тем легче он может раскачивать себя сам. То есть ты не должен уже сидеть рядом с ним и его раскачивать. Поэтому эти две качели просто муа! Один из важных, это косметика для ребенка, это его уход. Лорд Ромингтон, будучи люксом, люксовым, отказался пользоваться Веледой, отказался пользоваться судокремом, отказался пользоваться Бюбхеном и чем бы то еще ни было, чем я только не пробовала пользоваться. И заявил, что ему нужен самый дорогой уход. И естественно это Мустелло. Ну и вот, как я уже говорила, склонили мы головушку, протерли слезки с мужем и отправились в аптеку покупать дорогущий крем 12,5 евро, дальше шампунь 10,5 евро, гель для душа в виде масла, значит у нас тоже там что-то типа того. В общем, дорогая линия, точно ничего не могу сказать, но это самое лучшее, что я вообще пробовала для малыша. Запах, консистенция, там я не знаю, то как это работает на теле, на коже малыша, это просто что-то невероятное. Например, когда у него шелушилась головушка, сильно шелушилась головушка, в первые дни жизни вот этот шампунь в виде пенки за два дня очистил мне кожу головы моего малыша. За два дня. И мне не нужно было там сильно тереть этой щеточкой, то есть я два раза положила в ванну, в первый раз после того, как просушила полотенце, все осыпалось, после второго раза больше ничего не осталось. Это очень-очень крутая штука. Также вот это масло для душа, оно не сушит кожу, им я пользуюсь каждый день. Лосьон для тела очень-очень питательный, тут масла авокадо, чего тут только нет. И запах просто какой-то космический. Дальше крем для попки. У нас ни разу за два месяца после начала пользования вот этим кремом и подгузниками генки не было никакого раздражения. Даже учитывая то, что у нас уже несколько недель погода под 30 градусов. Очень жарко. Поэтому этот крем точно must have, могу советовать. Ну, в принципе, все из Mustela могу советовать. А также кремик для лица и мицеллярная водичка. Но это, наверное, единственное, что я больше не куплю, потому что, в принципе, я могу пользоваться кипяченой водичкой и промокать ватные диски и протирать ему личико. Или мои салфетки Water Wipes могу использовать. Их я тоже обожаю, рекомендую. Их я буду еще показывать, рассказывать, упоминать, петь песни, молиться на эти салфетки. Это просто невероятно крутые салфетки. Даже если упаковку я оставлю открытой, ну, просто забыла закрыть на ночь, они мокрые, просто встряхнешь, и водичка с них капает. То есть они очень хорошие. Опять же, самые чистые из тех, которые существуют. Кто-то в комментариях мне писал, что там есть остатки каких-то химикатов. Конечно же, что-то там добудет. Естественно, мы же не в стерильном каком-то, не знаю, чудо-царстве живем. Поэтому что-то может быть. Но, опять же, может быть. Не факт, что есть. И, по крайней мере, они, правда, чистые и очень-очень мягкие для кожи малыша. Поэтому их я также рекомендую. И последняя штука по уходу, это уже, наверное, просто реально для лорда Ремингтона. Не кидайте в меня помидоры тухлые, не ругайте меня, не говорите, что я чокнутая. Хотя можете говорить, мне все равно. Но я вот просто не удержалась, и я купила ему духи детские. Это туалетная водичка Мюсти от того же Мустеллы. Туалетная водичка, которая пахнет просто так круто. И теперь мой ребеночек, я к нему, когда подхожу, когда нюхаю его головушку, у меня просто-просто экстаз. Я просто улетаю, выхожу из своего тела и парю над комнатой от своего счастья. Вот. Пшикаю только, исключительно на затылочек чуть-чуть или на одежку. Поэтому не ругайте меня, пожалуйста. И, в конце концов, это для деток. Она какая-то мега натуральная. Тут все супер и произведено во Франции, не в Китае. Очень хорошая штука. Поэтому, ну вот это вот для маминого удовольствия. Уж простите, но я вот духи ему приобрела. Так, раз уж мы говорим о уходе, красота, ванной и так далее, это мои гаджеты для ванны. Я уже вам показывала свой Angel Care. Вот такая вот подставка для ванны. Здесь есть мягкая мембрана, которая чуть-чуть поддается по телу малыша. И когда у малыша мотается моего голова, так как он новорожденный голову еще не держит так хорошо, я использую поролоновую такую подушечку, которая ему помогает. И вот это самая эргономичная классная штука. Для тех дней, когда у меня болит спина или не могу нагнуться в ванну или хочу купать его на полу, то я использую стандартную обычную ванну, надеюсь, вам видно, и также с такой вот подставочкой белой. Она не такая удобная, не такая классная, потому что она пластмассовая, но тем не менее так же работает. И от скип-хопа у нас вот эта классная штука, если помните, я рассказывала. То есть эта штука просто муа! В общем, на головушку, когда льешь, на лицо водичка не попадает, хотя я его уже приучаю, тренирую, чтобы он не боялся водички на своем лице. И когда у меня есть помощь в виде мужа, либо моей мамы, я использую вот такой вот круг, одеваю его на шейку малыша, и вот он там плавает, болтыхается и радуется жизни. Правда, конечно, я его в свободное плавание пока еще не отправляю, не отпускаю, поддерживаю попку, но тем не менее классная такая штука, чтобы он там болтыхался по водичке. И на сегодня, наверное, последние мои мастхэва, которые я должна вам показать, это мои рюкзаки. О рюкзаках своих я также вам рассказывала и их показывала. Это специальные рюкзаки для новорожденных, то есть это diaper baggy, то есть для подгузников со всеми специальными кармашками для бутылок, для поддерживания температуры, для влажных салфеток, для, не знаю, чего бы там еще, для пеленок. Кстати, вот мои water wipes, которые я не показала. Без рюкзаков я своей жизни не представляю. Это самое, что, наверное, для удобства мамы, вот именно в ежедневной жизни, когда вы отправляетесь куда-либо вне дома, это самое необходимое, что может быть. Эти два рюкзака, конечно, дороже, чем стандартные рюкзаки, которые можно купить либо в детских магазинах, либо, например, в Амазоне. Хотя вот этот я купила от Skip Hop в том же Амазоне. Этот от Tiba & Marl я заказала в Англии в Selfridges. Это очень классный торговый центр. И вот они с Tiba & Marl сотрудничают и делают вот такие вот классные рюкзаки в разных стилях и дизайнах. Я, конечно, баба экстра заказала себе с золотой фурнитурой. Ну, в общем, есть они всякие разные. Но эти сумки просто моя любовь, просто моя любовь. На этом сегодня закончу свой список самых необходимых мастхэвов в моей жизни. Напишите под видео в комментариях о ваших мастхэвах и также, кстати, напишите о самых бесполезных покупках. Мне будет очень интересно почитать, и тогда я, уже основываясь на ваших комментариях о бесполезных покупках, добавлю свои и сниму отдельный видеоролик, в которых расскажу о том, что нам не пригодилось. Хотя, на самом деле, таких предметов очень и очень мало. Но я уверена, что-то да я найду. На этом сегодня все. С вами прощаюсь. Желаю доброго дня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и будет вам счастье. На этом сегодня все. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!